Итак, давайте конкретно сегодня посмотрим на проблемы фитомедицины для улучшения работы легких. Сейчас я запущу презентацию, о которой буду рассказывать конкретные травы и фитопрепараты. Конечно, работа легких сейчас получила особую важность, потому что, как оказалось, все это знают, что коронавирус поражает легкие и вызывает воспалительные изменения. До конца непонятно, почему так происходит. И для меня тоже стоит загадкой, почему он минует слизистые. По идее, вирус прикрепляется к кризисам ротовой полости и носа, и далее спускается постепенно вниз, в легкие. Вот как бы по схеме и по логике всегда так было. Но почему современный коронавирус сразу практически попадает в легкие, это большой вопрос. И, наверное, должно пройти еще много времени, и мы выясним, почему так происходит. Может быть, у него какие-то особенности специфические. А пока мы это выясняем, и времени особо нет, надо смотреть, какие фитопрепараты есть для того, чтобы улучшать работу легких. И вообще, надо сказать, что в фармакологии все практические препараты, которые защищают легкие, которые улучшают отхождение мокроты, они все растительные. Практически нет ни одного синтетического препарата большой фармы, которое было бы направлено на работу легких. Поэтому, по сути дела, фитотерапия в пульмонологии, но она настолько тесно связана, что надо об этом говорить, надо предоставлять данные по этому поводу. Итак, первый травяной такой препарат из китайской медицины. И не должно быть такого страха и отторжения. Вот китайская медицина, что-то поддельное, какие-то БАДы, ничего подобного. Вот этот препарат, допустим, Джейдскрин, это комплексный препарат. Ему уже более, там, несколько тысячелетий, да, он известен. И, конечно, есть исследования, есть китайская фармакопия и данные за то, что он действительно эффективен. Называется он Джейдскрин, это защита от простуды. Скрин, это, ну, как бы, экран некий защитный. И, соответственно, смысл в том, что эти травы защищают от, как бы, энергии ветра. А что такое энергия ветра для нас, это понятно. Это как раз есть простудные явления, да, потому что и часто в жизни получается, что простуда, но она, как бы, возникает от, может быть, даже очень часто от переохлаждений. Итак, Джейдскрин. Мы видим состав, пять элементов. В принципе, это устойчивая форма. Также она используется и в корейской медицине. Следующая, это ВАСАКО, юстиция сосудистая. Кто, может быть, увлечен аэрведой, знает этот препарат. Это поддержки укрепления дыхательной системы. Это небольшой, вечно зеленый кустарник. Он есть в Китае, в Индии, Пакистане, Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезии и так далее. У него есть выраженные отхаркивающие свойства. Используются листья, плоды, корни и так далее. То есть, по сути дела, все растение, оно обладает такими свойствами. Но необходимы дозировки, потому что оно содержит алкалоиды и какие-то действующие сильные элементы. И поэтому нужно соблюдать дозировку. Мы видим здесь, что этот препарат, он стандартизирован по тритерпенам. В принципе, оно известно. Но в России не так часто я видел и в рекламе, и в предложениях энергетических магазинов юстиции сосудистой. Следующие это разные формы юстиции. Вот это юстиция в форме сиропа. То есть, известная форма тоже в виде сиропа, соответственно, она улучшает отхождение мокроты. Также есть в форме вина. Это, по сути дела, я делаю аналогии с настойками в форме вина. Ричтед как раз переводится как вино. Следующая это юстиция сосудистой в форме джема. Тоже она производится известной фирмой Дабур. Следующая мать и мачеха. В принципе, у нас очень известная она и даже назначает детям. Однако, вот мать и мачеха, это надо отдельно обсудить ее особенности. Особенности ее такие. Она подавляет кошлевой рефлекс. Подавляет кошлевой рефлекс. И это, по сути, не очень-то хорошо. Потому что нам необходимо, чтобы мокрота отходила. Чтобы легкие освобождались. Чтобы шел ток. Как бы отхождение шло. А наоборот, мать и мачеха, ее алкалоиды, они блокируют вот это отхождение. Поэтому, ее применять можно только при упорном и влажном кашле. И не более 7 дней. Так как содержат вредные для печени перолизидиновые алкалоиды. Они просто являются токсичными для печени веществами. Поэтому не больше 7 дней. И также у детей, вот в детской практике, с мать и мачехой тоже поосторожнее. Потому что у нее сильные действия. Поэтому надо ограничивать применение. Следующий девисил высокий. Но это тоже один из лидеров таких. Обладает подхаркивающим противовоспалительным антимикробным. И много еще каких-то свойств у него. Одни положительные свойства. И практически побочных эффектов нет. Корневище и корни девисила содержат полисахариды. Инулин, псевдоинулин, инулин. Как раз вот эти полисахариды, которые поступают с пищи. Они через желудок. Потом транспортируются в легкие. И как бы разжижают эту мокроту. Улучшают отделение мокроты. Следующая бузина. Самбокус. Достаточно известная для того, чтобы улучшать функцию легких. Она помимо всего еще содержит природные салицилаты. То есть это дополнительно противовоспалительные, жаропонижающие, обезболивающие свойства. То есть много эффектов положительных. И надо помнить о дозах. Потому что весь секрет, вся суть фитотерапии именно в конкретном дозах. Здесь до 30 мл в день. До 30 мл в день. Конечно, многие могут сказать, а как же аллергические реакции. Ведь аллергия может быть на любой фитопрепарат. Но я могу ответить, что аллергия может быть в большей степени и на любой синтетический препарат. Поэтому для того, чтобы посмотреть, есть ли аллергия или нет. Достаточно взять небольшую первоначальную дозу. Посмотреть, есть ли аллергическая реакция. Если в ближайшее время никакой аллергии нет, то этот препарат можно смело дальше употреблять. Вот это обычный и такой простой элементарный тест. Он позволит вам узнать, есть ли аллергия или нет. Если на этот фитопрепарат есть ли аллергия, то можно заменить его на другой. То есть я вообще не вижу здесь никаких проблем. Ну вот, собственно, такая маленькая презентация. И вот это, в принципе, новые растения, которые не так часто можно услышать, но которые действительно эффективны. У них есть многолетний опыт с клиническими эффектами. И которые рекомендованы для улучшения отхождения мокроты. То есть для очищения легких от слизи при вирусных, в том числе и заболеваниях. Но надо сказать, что вот это поражение легких вирусом, на самом деле, мне кажется, что вот бактериальная инфекция, она потом, как правило, всегда наслаивается на вирусную. И во многом, во многом, вот это поражение легких вирусом, это, скажем так, оно ассоциировано и с бактериальной инфекцией. Поэтому, скорее всего, при таких запущенных тяжелых случаях нужны будут антибиотики. Конечно, вот эти все фитопрепараты, они рассчитаны на ранние стадии поражения легких. Когда уже поражение серьезное и тяжелое, тогда фитотерапии, конечно, просто фитотерапии не обойтись. Нужны более такие методики, более жесткие. Соответственно, это и назначение синтетических лекарств, уже более высокие дозы, бронхиальный лаваш и дренирующие всякие мероприятия. Поэтому, конечно, есть ограничения у фитотерапии. Я и никогда не говорю о том, что она вот все сильно и будет действовать всегда в любой ситуации. Нет, это вот таких при неосложненных, при легких, при начинающихся формах эффективные фитопрепараты. Надеюсь, было интересно. И поддержите канал лайком и комментарием.